Итак, друзья, у нас случилась очередная радость, которой я, как всегда, по традиции спешу с вами поделиться. Андрей получил водительские права в Германии, а это значит, что я, конечно же, готова поделиться нашим опытом с вами, рассказать о том, как это все проходит в Германии, как мы проходили этот путь, сколько нам это стоило, какие-то нюансы и так далее. Если вам актуально это видео, обязательно не жалейте своих лайков, своих комментариев, сохранений репостов и так далее. И если вы смотрите это видео, то обязательно подписывайтесь на канал и погнали! Итак, если вы решили получить водительские права в Германии, то первый вопрос, на который вы должны себе ответить, это есть ли у вас вообще в принципе какие-то водительские права, например, выданные в вашей стране ранее. Если они у вас есть, если вы приезжаете в Германию как турист, можете, конечно же, спокойно с ними здесь ездить, ничего обменивать не нужно, но если же вы собираетесь задержаться в Германии подольше, если вы здесь собираетесь жить, получать вид на жительство и так далее, то ваши права в таком случае действительно здесь только полгода, а по прошествии этих шести месяцев вам необходимо их заменить на немецкие. И эти полгода считаются с момента вашей первой регистрации по месту жительства здесь в Германии. По сути, если вы выходец, например, из России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ, то в Германии вам придется не просто обменять права сдать свои старые и получить новые немецкие, а по сути пройти целый процесс получения новых прав, пройти через автошколу со сдачей теоретического и практического экзамена. Мы мимо проезжали, решила вам показать фаршули, где Андрей сейчас учится на правах. Единственное, конечно, что вам не обязательно посещать теоретические уроки в автошколе, вы можете выучить теорию самостоятельно. И для этого в Германии существует специальное приложение со всеми возможными вопросами, которые будут на теоретическом экзамене. Вы, в принципе, можете купить себе доступ к такому приложению и учиться по нему дома самостоятельно, не посещая при этом уроки в автошколе. И сразу же хорошая новость для тех, кто пока что не знает немецкого языка, теоретический экзамен в Германии разрешается сдать на выбранном языке, в том числе на английском, на русском и других языках. Не обязательно теорию сдавать на немецком. И это приложение, эти приложения, про которые я сейчас только что говорила, тоже существуют совершенно на разных языках, не только на немецком. Например, мы. Андрей покупал себе приложение на русском и сдавал экзамен теоретически тоже на русском. Ну а теперь давайте поспрашиваем очевидца, который сдавал теоретический экзамен и узнаем у него, как здесь это все происходит. Первые вопросы по теоретическому экзамену тебе задам. Сколько было вопросов и сколько всего возможных вопросов? Ну, в принципе, понимаешь, да? Количество вопросов. И сколько всего было вопросов на тесте уже? Билетов имеешь в виду, да? Вопросов где-то 1300 было, но на экзамене 30 вопросов, да, там 30 вопросов в сумме было. И можно ошибиться только на 2, либо там-5 вопросов. У каждого вопроса своя стоимость. Максимум можно было 10 баллов. Ну, неправильно, да, ответить. Ну, вопросы от 2 до 4 баллов, поэтому по-разному. Можно на 3 ответить, ну и не сдать. Можно на 4 не ответить и сдать. То есть, если ты набираешь 10 баллов, то все ты не сдал. На пересдачу отправляют. Наверное, да. Как вообще в целом? Сложно было? Сложно был экзамен? И сложно ли было готовиться к экзамену? Готовиться просто, учишь билеты и все. Экзамен на русском сдается. Приходишь, садишься, в электронном виде отвечаешь, уходишь. Ну и сразу же ответ получаешь. Ну все. После того, как вы сдали теорию, вы плавно движетесь к изучению практики. И если вы в Германии сдаете на права впервые, то вы должны посетить 12 обязательных практических уроков с инструктором. С инструктором вы договариваетесь самостоятельно. И на экзамен допускает тоже ваш инструктор, когда поймет, что вы к этому готовы. Андрей взял 12 или даже больше, по-моему, он брал этих занятий. Освежил свои знания, так сказать. Конечно же, узнал какие-то новые нюансы вождения именно здесь, в Германии. Это точно то место? А это точно та машина, на которой Андрей вождение свое тренирует. Вот оно, всякая там с символикой. А это что за машина-то вообще? Это... это Volkswagen? После того, как инструктор решил, что вы готовы сдавать экзамен, практический экзамен, он вам об этом сообщает. Вы идете на этот экзамен, сдаете его уже с инструктором, с этим же, с которым катались, и с инспектором. Вся практика и, естественно, экзамен уже здесь происходит на немецком языке. Если с инструктором вы изначально можете договориться и на какой-нибудь другой язык, то экзамен уже 100% придется сдавать на немецком. Поэтому и водить, наверное, лучше учиться на немецком. Теперь вопросы по практическому экзамену. Расскажи, как проходит экзамен в целом? Сколько длится и сколько человек в машине? Экзамен длится 45 минут примерно. В машине твой инструктор, с кем ты обучался, и экзаменатор. Экзаменатор сидит сзади по диагонали, чтобы видеть, что ты делаешь. Инструктор сидит просто так, он нужен там для того, чтобы просто в экстренном случае нажать педаль тормоза, по сути. Он ничего не делает. Он просто на подстраховке. А какие задания были? Что он вообще просил тебя сделать? И какие-то вопросы задавал? Или что вообще? Как это происходило? Поначалу мы пришли. Он меня спросил три вопроса теоретических. После этого мы поехали. Он просто говорил налево-направо. Но если он ничего не говорит, ты должен ехать всегда прямо. Имеется в виду, если дорога поворачивает, ты, естественно, поворачиваешь. Но ты не должен менять движение с дороги. Не должен уезжать, даже если это перекресток и главная дорога уходит в сторону. Ты все равно должен этот перекресток проезжать прямо. Ну, основные там, как бы, это... Он смотрит, чтобы соблюдалось скоростной режим, чтобы знаки все ты там смотрел, как там, ну... Стоп-линии, например, там, просто знак-стоп. И, ну, например, он может завести какую-нибудь хитрую ситуацию, подвести под кирпич знак. И ты должен принять решение там как-то. Ну, то есть, ты прямо не можешь ехать, тебе придется куда-то сворачивать. Ну, и все в таком духе. Они немножко такие, ну, хитрые у них. И они тебя просто так вот проверяют, как ты, ну, реагируешь на все эти ситуации, там, как бы, правильно-неправильно. Секунда полезной информации. Если вы до сих пор задаетесь вопросом, как переводить деньги в Россию, то я хочу вам порекомендовать сервис профи, который до сих пор работает. Но через него можно переводить деньги только на несанкционные банки. Например, такие как Рафайзен, БКС, УТП, Банк и другие. Полный список есть у них на сайте. Мы регулярно переводим через него деньги, и у нас все работает. Ссылку на этот сервис я оставляю в описании под этим видео. А если вам супер необходимо перевести деньги в Россию на какой-то санкционный банк, например, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и другие, то в этом случае вам поможет криптовалюта. И у меня есть инструкция о том, как это сделать. На самом деле все просто и безопасно, и мы также регулярно пользуемся этим способом. Видеоинструкцию вы также сможете найти в описании под этим видео. А экзамен на немецком проходил? И сложно ли было вообще понимать, что тебе требуется на немецком? Ну да, на немецком он только на немецком проходит. Ну и, конечно, сложно, если вообще ничего как бы не знаешь, но перед этим хорошо помогает, например, посмотреть YouTube там где-нибудь. Там некоторые немецкие фаршули, они иногда записывают, ну не экзаменаторы, а учителя записывают просто какой-то контент в помощь для тех, кто сдает. Там показывают, например, как правильно то или иное делать. И даже некоторые пишут такие видео, как будто бы кто-то сдает экзамен. Ну и там как бы это помогает, потому что ты просто примерно представляешь, как он говорит, что он говорит, какие он там задания тебе может дать. И в принципе ты уже примерно знаешь, что это означает, и в принципе этого хватает. Что происходит после экзамена? Вот ты сдал, и что дальше? Тебе дают бумажку, он расписывается на ней, и ты идешь в местное ГАИ, ну записываешься на прием, идешь с этой бумажкой, и отдаешь ее, у тебя забирают русские права, и отдают сразу же немецкие. Ну что, а теперь давайте обсудим, что же нужно для того, чтобы получить водительские права в Германии, и сколько, самое главное, это удовольствие вам обойдется денег. Первое, что нужно сделать после того, как вы примете решение получать права в Германии, это записаться в автошколу. Автошколу можно найти просто в гугле или по отзывам знакомых и так далее. После того, как вы запишетесь в автошколу, заплатите взнос, нам, например, Андрею дали памятку, что делать дальше. Вам нужно будет пройти коротенький курс с первой помощи и пройти проверку зрения. Андрею в автошколе, когда он записался, дали памятку с адресами, где это все можно сделать, куда записаться, где это все проходит. Курс с первой помощи длился два дня, два полных дня, выходные. Там же была и проверка зрения. Дальше с этими документами вы идете уже в управление дорожного движения и подаете там заявление. Помимо этих документов, которые я только что перечислила, вам еще нужно будет предоставить ваши действующие иностранные права. Обращаю ваше внимание, что права должны быть именно действующими. Те права, которых срок годности уже истек, они не подходят. Тогда их нужно сначала обновить, а потом уже получать здесь, в Германии. Такие вот правила. Также нужен официальный перевод этих прав на немецкий язык, заверенный присяжным переводчиком. И помимо этого всего, прописка здесь в Германии, удостоверение личности и биометрическая фотография. Дальше, после того, как все документы предоставлены, вы учите теорию, сдаете теоретический экзамен, дальше проходите практику, сдаете практический экзамен. Теоретический и практический экзамен вам назначаются автошколой и проходите вы их в специализированном заведении, которое сокращенно называется ТЮФ. После того, как все экзамены сданы успешно, вы получаете водительские права немецкие, и они здесь действительно 15 лет. Какие же расходы потребуются понести для того, чтобы получить водительские права в Германии? Сразу же хочу вас предупредить, что здесь, конечно же, все индивидуально и зависит от каких-то ваших особенностей. Например, сколько часов практических занятий вы откатаете, сдадите ли вы экзамен с первого раза или вам придется платить за пересдачи. Стоимость также варьируется в зависимости от земли, в которой вы живете и так далее. Я сейчас расскажу расходы, о расходах, которые мы конкретно понесли. Мы живем в городе Дюссельдорф. Итак, за регистрацию в автошколе мы отдали 135 евро плюс 179 евро. Не знаю, почему-то платили двумя чеками, конкретно не разбирались за что. После этого нам потребовалось приложение для того, чтобы учить теорию. Стоимость его я уже называла 40 евро, и это приложение действительно год. Курс первой помощи и проверка зрения встала все вместе также 40 евро. Перевод прав присяжным переводчикам примерно 20 евро вышел. Регистрация в управлении регулирования дорожного движения 43,90 евро. Теоретический экзамен стоил нам 22,5 евро. Практика. С практикой тут интересно. Всего Андрей откатал 18 занятий, и из них нужно было откатать дневные часы и вечернее время. И оно стоило по-разному. Дневные занятия стоили 52,5 евро за одно занятие, вечернее занятие чуть дороже, 57,5 евро. Ну и вот умножайте эту сумму на 18. Сам практический экзамен стоил 117 евро, и выдача пластиковых прав примерно 10 евро. Итого весь процесс получения прав у нас обошелся в 1600 евро. Недешевое удовольствие, учитывая, что до Германии мы жили в Польше, и там права можно было просто обменять без всяких лишних головников. Ну уж что есть, то есть. Наконец у нас есть немецкие права, и теперь мы спокойно здесь можем водить машину. В общем, ребят, если это видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, и обязательно жду ваши комментарии. Я всегда рада обсудить с вами ваше мнение там ниже под видео. Ну и, конечно же, переходите в мой телеграм-канал, там тоже много всего интересного. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!